Сегодня хочу продолжать говорить о том, что есть в церкви, как Господь ее видит, что Он хочет нам открыть в нашем сердце. Есть такое понимание и переживание, что хорошо, чтобы это была, возможно, не одна проповедь. Я бы хотел, чтобы она также чередовалась или была подкреплена свидетельствами людей из нашей церкви. Особенно мне хотелось бы, чтобы братья и сестры могли поделиться тем, что переживают и на домашних церквях. Потому что церковь это не есть просто собрание в субботу, но это есть жизнь нашей семьи постоянно. И чем больше мы можем встречаться вместе, тем больше у нас возможность воистину исполнить заповеди Христовые. И в Слове Божьем много говорится, что мы должны снисходить друг к другу, что мы должны воодушевлять, наставлять друг друга. И на самом деле это возможно только в небольших группах. Здесь мы это не можем сделать. И если мы желаем двигаться в исполнении заповедей Христа, нам необходимо иметь постоянное, и чем больше, тем лучше общение друг с другом в течение недели. Также мне хотелось бы, чтобы те люди, которые пришли ко Христу через домашние церкви, тоже могли об этом засвидетельствовать. Сегодня есть несколько человек, которые будут свидетельствовать перед моей проповедью. Но если кто-то в дальнейшем имеет такое желание помочь мне на следующей неделе или потом в проповеди о церкви, пожалуйста, вы ко мне подойдите или позвоните и скажите, что вы хотите свидетельствовать и со мной вместе участвовать в проповедовании о церкви Христовой. Я попрошу тогда сейчас Юру выйти, Иванову, потому что он готовил сегодня свидетелей. Вот так пускай он тогда уже их и приглашает и поддерживает. Продолжение следует... Ну вот это очень маленькая еще часть из тех людей, которые начали свой путь в Боге через домашнюю группу. И они, конечно, очень сильно волнуются и даже не хотели выходить. Ну, кто из вас может сказать? Добрый вечер, друзья, братья и сестры. Вы извините нас, что мы немножко так смутились. Ну, что я... Видите, у меня в руках Библия. Я специально взял ее, не собираюсь проповедовать. Не думайте, что в руках это драгоценная книга, которую я держу в руках. Господь нам сказал, что непрестанно надо молиться. Есть во 2 Тимофея, 5 глава, есть 7 заповедей. Послал Павел пишет. Я бы назвал их, это золотые правила, это очень хорошие правила. Это второе правило после Нагорной проповеди. Там он много пишет, что молиться надо, непрестанно радоваться и так далее, и так далее. Это 7 золотых правил. Но я бы хотел писать, пусть меня Господь простит. И 8 правило. Не престанно пребывать в Слове Божьем. Там так и говорит Господь. Чтобы быть свидетелями до края земли. Но для того, чтобы свидетельствовать о Божьих делах, надо знать эту драгоценную книгу. Надо постоянно пребывать в Слове Божьем, постоянно молиться. Непрестанно держать ее в руках. И для этого существуют домашние группы. Это небольшие церкви, которые мы посещаем. На этих группах мы можем углубляться глубже в Слово Божье. Мы часто бываем среди людей, которые задают нам вопросы. Но как же мы можем правильно ответить на эти вопросы, когда не зная эту Божью книгу, которую Бог нам заповедовал? Вот эти группы, которые мы ходим, посещаем, мы изучаем Слово Божье. Есть учителя, которые грамотно, грамотные учителя, скажу, непрестанно нас научают. Постоянно поправляют. Мы задаем вопросы, они нам отвечают. Помните, когда свидетельствовал с Индии, брат наш, да? И у него постоянно были вопросы. Он на каждый вопрос, ему отвечали, он говорит, а мне еще есть вопрос. Так на все эти вопросы отвечает вот эта Библия. И для этого существуют домашние группы. Я работаю, когда мне подходят люди на работе, многие, и когда я могу, я отвечаю. И многие знают, что я посещаю церковь и посещаю группы. И один мой товарищ говорит, ты хороший, говорит, человек, но как у тебя силы хватает после работы ходить еще куда-то в церковь, на какие-то группы. Я вот лежу на диване, на своем, смотрю телевизор, и мне хорошо. Но я ему ответил, вот со своим диваном и телевизором едешь в преисподнюю. Вот такие дела. У меня все. Добрый вечер, церковь. Я скажу, что вот читаешь сам наедине Библию, смотришь, читаешь один раз, второй раз, и вроде бы все понимаешь. Но когда на группе все вместе разбираем Слово Господне, то совсем другое уже увидишь в том же тексте. И большая благодарность нашим служителям, что бывает неправильно поймешь. Они наставят в Слове Божьем по правильному пути. Потому что бывает, что читаешь, понимаешь одно, а потом оказывается совершенно другое. Ну и так эта группа очень помогает. Слово Божье принято. Ну вообще вот вся эта маленькая группа, она интересна тем, что люди начали ходить на домашнюю группу, может быть даже раньше, чем в церковь. И там они в глубине познали Бога, и там они покаялись, там было много молитв. И потом они пожелали креститься водою и стали ходить в церковь. Я думаю, что через такой метод очень хороший можно получить результат и очень быстро приводить людей именно к Богу. Потому что в церкви, ну какая бы ни была хорошая проповедь, невозможно задать вопрос во время проповеди. А во время домашней группы это как раз даже уместно и приветствуется. Поэтому вот если кто еще не посещает домашнюю группу, обязательно быстренько запишитесь и ходите. Ну спасибо, присаживайтесь. Еще раз хочу обратить внимание, что все эти люди были спасены через домашнее общение. И я думаю, что также многие здесь. Вы знаете, когда человек, чье сердце открыто Богом, кого Бог касается, он встречает тех, кто говорит ему об Иисусе Христе. Конечно, Бог устрояет все встречи, благодать Божия ведет человека ко спасению. Но от нас, как от верующих людей, на нас лежит ответственность тоже. Мы не можем человека покаять, правда, потому что Бог прилагает спасаемых в церкви и благовествование силы Божьей ко спасению. Всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Наша задача быть благовестниками, потому что если они будут посланы, кто будет проповедовать слово спасения. Точно так же в духовном возрастании мы не можем никого духовно вырастить, потому что взращивает Бог, потому что Бог духом взращивает человека, и мы не можем за волосы никого духовно сделать больше или меньше. Но от нас зависит, чтобы мы создавали правильные условия для благовествования, чтобы слово Божие распространялось, а уже Бог будет духом вкладывать в это слово и касаться тех сердц, которых Он считает нужным, правда? И так же мы должны создать такую правильную атмосферу, куда люди могут прийти и быть приняты и попасть в атмосферу любви, потому что именно атмосфера любви и принятости, она помогает человеку раскрыться в Боге, помогает человеку возрасти. И я уверен, что нет лучше, чем домашние церкви, потому что то, что мы собрались вместе, мы объединяемся в поклонении Богу, мы обновляем наш завет с Господом через причастие, мы совершаем духовные жертвы, но очень много видов богослужения, которые мы не можем совершить вместе, и нам очень сложно в этом месте разделить в полноте жизнь Христа. Для этого нужно быть более в малом количестве людей, чтобы служить друг другу теми дарами, которые Бог определил. Нет ни одного человека, приведенного в Царство Божие, который был бы лишним или который был бы случайным. Мы все, царственное священство, народ взятый в удел, живые камни. Я верю, что для каждого камня приготовлено определенное место. Не то, что собирается груда камней, потом неизвестно, как их собрать, и там, знаете, давайте будем раствором, и давайте закладывать. Нет такого от вечности, для каждого камня есть определенное место. Если этот камень не на месте, там дыра. Там есть неустройство, и нет гармонии, и правильности Божьего порядка. Поэтому мы должны быть внимательны друг другу, и поймите, если вы еще не заняли свое место в теле Христа, вы не просто камень, который валяется в Доме Божьем. Для каждого существует Божье предопределенное служение. И когда мы собираемся в малых домашних церквях, это помогает каждому с помощью других братьев и сестер увидеть то духовное дарование, которое вложено в нем. Потому что здесь, когда мы собираемся вместе, ну сколько из вас участвует в богослужении публично? Конечно, мы все сердцем соединяемся, правда, и в молитве, и мы внимательно слушаем, но все-таки проповедующих или говорящих, это может быть единицы, а нас сейчас, может быть, не знаю, около ста человек здесь сидит. Те, кто ведет, там, допустим, прославление, тоже не так много людей, мы все участвуем, но все-таки, когда мы собираемся по десять человек, по пять, по двенадцать человек, это хорошо, чтобы каждый мог поделиться тем дарованием, которое у него есть. Интересно, что когда я начал молитвенно размышлять о церкви, началось это вот с 22-го псалма, когда Господь положил мне на сердце, что не передвигай межи давние, которые провели отцы твои. И мне открылось это так, что важно вернуться к тому устроению церкви, которое начали отцы наши, Павел, Петр и Иоанн, то есть к апостольскому основанию церкви. Те межи, те границы, то устроение, которое было заложено, оно очень важно, и Слово Божье раскрывает в Духе Святом очень отчетливо, какая должна быть церковь. И я взял и прочитал книгу Деяний, и подумал, что очень важно начать с нее. Читая книгу Деяний, я увидел и еще, и еще, то есть я раньше обращал на это внимание, насколько церковь ходила под руководством Духа Святого. Это видно очень четко, что ничего не делалось по инициативе человека. Все делалось по инициативе Божьей, и люди Божьи были движимы Духом Святым. Ну интересно, что когда я вот на этой неделе размышлял, мне вдруг Бог положил на сердце, что пойти немножко еще раньше, то есть начать с Евангелия. И я подумал, что хорошо посмотреть, а как Иисус говорил о церкви, как Он закладывал понимание и основание церкви. Потому что апостолы строили лишь только на том основании, которое заложил Иисус Христос, правда? Даже то учение, которое называлось учением апостолов, это было учение Иисуса Христа. Я начал с книги, с Евангелия от Иоанна, потому что для меня это самая любимая Евангелие, у каждого может быть свое, но мне очень нравится Евангелие от Иоанна. И сразу Бог показал некоторые вещи. Интересно, что рассматривая эти вещи, вдруг я попал в бытие. То есть с деяния перешел в Евангелие, с Евангелия попал в бытие в первые главы. И сегодня я хочу проповедовать о церкви из книги «Бытие». Давайте мы откроем книгу «Бытие» и прочитаем вторую главу, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Аминь». В контексте это говорится об отношениях мужчины и женщины. Но, конечно, мы можем увидеть, что здесь есть более глубокий смысл сотворения человека. В человека заложено то, что человеку нехорошо быть одному вообще. И нехорошо быть ему одному не потому, что ему скучно, например, или не потому, что ему грустно, не потому, что ему делать нечего, а просто это само по себе нехорошо. Само по себе бытие одного человека, оно нехорошо, потому, что этот человек становится замкнут сам на себе. И Бог определил так, что человек не должен быть один. Рассматривая это в теме нашей проповеди о церкви, я бы сказал, нехорошо человеку верить в Бога одному. Неправильно, да и невозможно. Потому что от начала вера в Бога через Иисуса Христа определяет некоторую соборность, я бы сказал. Я другого слова просто не нашел, кроме слова соборности, потому что все-таки это не коллектив. Вера в Бога через Иисуса Христа определяет совместность. Может быть, для того, чтобы здесь остановиться и более внимательно понять то, о чем я говорю, я бы сказал, что существуют некоторые две крайности, между которыми трудно найти правильную середину. Первая крайность, это я бы назвал личный индивидуализм, когда человек думает, что он может лично один верить в Бога через Иисуса Христа. Это очень похоже на состояние вообще неверующего человека. Я думаю, вы не один раз слышали от людей неверующих, которые говорили, у меня свой Бог, у меня есть мой Бог в моей душе. На самом деле, когда люди говорят, у меня свой Бог в моей душе, этот Бог является его эго. Этот Бог, он сам и есть на самом деле, потому что нет особого личного Бога в своей душе на самом деле. Есть один истинный Бог на небесах, которому единственный путь Иисус Христос, и которому возможно приходить вместе в теле Иисуса Христа. Бог так определил, что человек не может просто быть верующим, если он не часть народа Божьего. Бог заключает завет с народом Божьим, и он видит верующего как часть Божьего народа. Если мы посмотрим в Новом Завете, все прообразы церкви, они указывают на общность. Невеста – это не один человек. Потому что иногда бывает так, что люди думают, я невеста Христа, но невеста Христа верующий лишь только, когда он совместно с другими. И Бог называет невестой Иисуса Христа именно церковь, именно ее он освящает, баню водную посредством слова. Именно за ней он придет, именно за нее он умер. И даже в книге «Откровение», когда была показана жена и невеста Агнца, был показан весь Новый Иерусалим со всем Божьим народом. Поэтому никто сам по себе не является невестой. Невеста, когда мы минимум двое или трое собраны во имя Иисуса Христа. Точно так же и прообраз тела, тут уже все понятно. Ни один член, ни один орган не может быть сам по себе, потому что он должен быть частью тела Христова. Так же говорится о церкви, как о Доме Божьем. Мы, царственное священство, мы устрояем Дом Божий. В библейском понимании Ветхого и Нового Завета слово «дом» обозначает семью. Я думаю, что вы не найдете слово «семья» вообще в Библии. Везде, где мы понимаем слово «семья», говорится слово «дом». И был обрезан весь дом Авраамов, был поражен весь дом фараонов. То есть много-много мест, которые говорят слово «дом», оно обозначает именно семью и также тех, кто приложился к этой семье. Может, там рабы были, другие люди, которые жили вместе с этой семьей. И когда апостол Петр говорит, что мы устрояем Дом Божий, священство святое, это говорится, что мы устрояем семью Божию. И мы предопределены Богом являться частью семьи. И Бог, Отец Небесный, видит каждого из нас как часть своей семьи. Если я возрожден в Духе Божьем, то я сын Божий. Но я не могу быть сам сыном Божиим, если у меня нет братьев и сестер. Понимаете? Это нонсенс. Такого не может быть, чтобы человек родился свыше один на один и не имел кровных духовных связей с теми, кто также рожден от Бога. Если человек отделяет себя от единства веры, о таком человеке сказано, что он душевный, не имеющий духа. Это может быть первым признаком того, что человек не рожден свыше. Если человек считает, что он имеет свою личную веру, но не имеет внутренней потребности быть с другими такими же, это может быть признаком того, что он просто душевный и не имеющий духа и отделяет себя от единства веры. Поэтому любой образ церкви в Новом Завете всегда указывает на общность. И большое неправильное понимание крайность – это крайний индивидуализм человека, что он думает, что он сам по себе только может верить. Вы знаете, другая крайность, почему я избегал слова «коллектив» – это коллективизм. Это коллективная вера. Когда я об этом размышлял, я бы сказал, что это может быть религиозный колхоз, таким словом назвать. То есть одна крайность – это крайний индивидуализм, другая крайность – это сектанство. Чем определяется сектанство? Сектанство определяется тем, когда церковь пренебрегает человеком. Крайний индивидуализм определяется тем, когда человек пренебрегает церковью. Другая крайность – это когда церковь пренебрегает человеком. Это секта. Это где личность человека умаляется. Это очень может быть похоже на мирские коллективы. Я думаю, самый страшный коллектив, как общество людей – это тюрьма, где человек обезличивается до номера, когда просто он номер 435, например. То есть он перестает быть личностью. И очень страшно, если церковь движется в этом же направлении, если не учитывается личность, потому что церковь, она наполнена Духом Христовым, а сам Христос льна курящего не погасит и трости надломлено не переломнет. Он в кротком духе служит каждой душе. И церковь, которая находится в Духе Христа, она не может пренебречь ни одним человеком. Не может пренебречь ни одной личностью, которая приведена. И вот здесь-то и должна быть найдена правильная духовная середина. С одной стороны, не можем мы индивидуально сами по себе верить в Бога, с другой стороны, Бог не определяет, чтобы мы превратились в сектантский коллектив. Я бы хотел именно сегодня немножко об этом поговорить. Давайте мы посмотрим второй стих. Он дальше нам поможет понять то, о чем я говорю. Тоже из книги Бытия. Второе откровение, которое получилось из книги Бытия, оно показывает, какая же основная цель церкви. Бытие 1, 22. И благословил Бог их, говоря, плодитесь и размножайтесь. И наполняйте воды в морях, и птицы размножаются на земле. Аминь. Я не проверил, это вообще, о ком говорится. О животных или о людях? О животных. Ну, не суть важна. Вы можете потом лучше примерно идти про человека. Я просто себе взял этот стих. К тому, что основная цель церкви, как общество верующих людей, это размножение. Церковь, она определена для того, чтобы рождать духовных детей. Если она этого не делает, она не исполняет свое бредназначение. Церковь, она является проявлением Божьей жизни на земле. И точно так же, когда существуют физические люди, они должны продолжать физическую жизнь. Точно так же церковь, она определена, как общество людей, которые распространяют Божью жизнь. Божья жизнь, она нуждается в распространении через церковь. Об этом очень хорошо писал Иоанн. Апостол Иоанн в своем Евангелии не употребляет слово Евангелие. Он всегда слово Евангелие заменяет на слово жизнь. Он говорит, мы проповедовали вам жизнь. Он не случайно берет это слово, и наверняка Бог не случайно допустил это, чтобы мы, зная о Евангелии, знали, что это именно есть жизнь Божья. Что Евангелие – это не просто доброе известие, это не просто интересная информация, что Евангелие – это конкретная вечная жизнь, которая распространяется. И мы призваны быть не просто распространителями правильной информации, но мы должны быть исполнены вечной жизнью, которую мы распространяем. И в первом послании Иоанн пишет, «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Итак, церковь – это есть общение с Богом и общение друг с другом. И возможность распространять этот круг общения, чтобы в него входили другие люди. И, рождаясь от Духа Святого, жизнь Божья, вечная жизнь распространялась. Вот и все. Вот два наиважнейших направления церкви. Вот основная цель, которую Бог определил нам – наполняться его жизнью и распространять его жизнь. Но здесь нам опять очень важно понять, что рождение духовных детей, то, что называется благовествованием или, словом, евангелизация, оно всегда должно идти в Божьем понимании. Я думаю, для нас будет правильный пример рождения Исаака. Церковь, она должна быть похожа на Сару. Помните, когда Сара родила Исаака? Когда все естественное у женщины, у нее прекратилось, Авраам ничего не мог. И вот тогда Бог дал рождение сына обетования. Духовные дети, рожденные свыше, рождаются не от плоти, не от крови, но от Бога. Не через плотские усилия церкви, не через наши напряжения какие-то, они рождаются только от силы Духа Святого. Поэтому нам нужно стараться, чтобы мы не рождали измаилов, то есть не рожденных свыше людей. То есть можно, конечно, привлечь массы людей, можно многое сделать по плоти, но в Царстве Божьем оно не имеет никакого совершенно успеха. То есть мы должны осознать и искать того состояния, где все наше естественное прекратится. Где мы можем осознать полное наше бессилие, полную нашу неспособность и полностью положиться на Бога и на Дух Святой. И вот тогда Бог будет могущественно действовать через нас и именно Он будет прилагать спасаемых к церкви. Потому что никто из нас не может никого приложить никуда, ибо такая способность не вверена в наши руки. Мы лишь только глашата и Царство Божьего, мы лишь только переносчики божественной жизни, и поэтому нам очень важно не уповать на плоть человеческую. Следующий момент, который я бы сказал, важный в церкви, это то, что когда рождается духовный младенец, для этого все должно быть готово. Наша задача не просто здесь, чтобы народилось много детей духовных, чтобы количество было побольше, чтобы, знаете, много. На самом деле каждый должен быть желанный. Каждый, приведенный Богом в церковь, должен быть ожидаемый здесь. Он не должен стать еще одной цифрой для увеличения числа церкви. Потому что церковь это не организация. И церковь это не коллектив, который стирает личность, превращая его в цифру. Как я уже сказал, эти две крайности, крайний индивидуализм и крайний коллективизм, середина, я бы сказал, это то, что Бог для каждого человека определил определенное место в своем миропорядке. И каждый человек должен занять это место в миропорядке, определенном Богом, и это возможно только в церкви. И когда человек попадает в церковь, раздается свыше, он должен занять то место, которое определил ему Бог. Для этого он должен остаться личностью, и он должен просто развиться как духовная личность, и просто быть в том месте, тем именно органом, которое определено ему свыше. Итак, теперь возвращаемся опять к тому, что каждый ребенок, он должен быть желанным, и все для него должно быть приготовлено. Как я вам рассказывал, когда мы были в роддоме, меня очень впечатлило и порадовало отношение израильских роддомов к беременным и к новорожденным. То есть ребенок не родился, плата приготовлена, к нему уже приготовлено, где он будет лежать, все вещи приготовлены, уже приготовлен даже номер Тидадзиута. То есть потом уже прикрепляется бирка, я не знаю, приготовляется после рождения или до рождения, но видно, ты заходишь в палату, все приготовлено, только рождайся. Когда человек рождается, его сразу берут, и сразу максимальная забота об этом человеке маленьком, он получает все, что ему необходимо. На самом деле, когда человек рождается свыше, мы должны быть готовыми к этому, потому что пробуждение – это не просто толпы людей, пришедшие в церковь. Толпы могут прийти, толпы могут уйти, но каждый, который придет, он должен получить заботу, он должен получить духовное обеспечение и духовное покровительство. И церковь, она не является религиозным интернатом. Церковь является семьей. И в семье должны быть отцы и матери. В семье должны быть те, кто любят ребенка и принимают, не просто загоняют детей на курсы новообращенных, знаете, как просто загнали младенцев в интернат, и всех одинаково обучили. Я придерживаюсь такого мнения в духовном воспитании человека, как есть такое направление в педагогике, что когда растет ребенок, стараться ничему его не учить, пока не увидев то, что есть в нем. Понимаете? То есть, когда ребенок возрастает, очень внимательно смотрит, а что есть в этом человеке. Потому что такой лозунг «все на скрипку» или там «все художники» или что модно, «все на плавание» и «все пошли на плавание». На самом деле в каждом человеке, я имею в виду физическом человеке, что-то заложено. И большинство заложенного похоронено тем, что никто не увидел это заложенное, и никто не помог развиться этому заложенному, а человека заставляли, учили тому, что не заложено в нем. И вот именно вот эта мудрость родителей увидеть, а что есть в этом человеке, какие таланты заложены, и вот именно помочь развиться этому, именно вот этому, что заложено в человеке. То же самое в духовном плане. Когда человек рождается свыше, нет ни одного духовно неодаренного человека. Потому что Бог каждому вложил свои духовные дары. И когда мы принимаем новорожденного человека, наша задача не просто срочно его обучить и срочно сделать серого религиозного человека. Во-первых, каждый есть духовная личность. И Бог, Он не копирует и не отливает одинаковых религиозных людей. И мудрость разумного знания пути своего написана в притчах. У каждого есть определенный духовный путь веры. И мы должны уважать каждого младенца духовного и помочь ему найтись во Иисусе Христе не со своей праведностью, а с праведностью от Бога по вере. увидеть, а что Бог заложил в этого человека. И помочь этому духовному дару развиться, потому что он потом этим даром будет служить. Поэтому церковь, она должна стремиться не быть с таким учреждением, как знаете, как государственное учреждение по рождению, по воспитанию, по воспитанию детей. Мы все были в социализме, мы знаем, о чем ведется речь. На самом деле, это глубоко семейные, личные отношения. Что пишет апостол Павел в 1 Коринфянам, 4 глава, 15 стих? Давайте прочитаем. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Аминь. Самое, наверное, горькое – это сиротство в церкви или одиночество в церкви. Или ненужность, или ненайденность в теле Иисуса Христа. Потому что тело Иисуса Христа – это все-таки семья. И если мы народ, взятый у дел царственного священства, то мы народ, который является семьей. И здесь Павел говорит, у вас тысячи наставников. На самом деле, люди, они быстры к наставничеству и к учительству. Наставить, научить, быстро передать свои знания, даже не поняв эту душу, которая перед тобой находится. Вы знаете, что то, что одному хорошо, другому смерть. И одна таблетка духовно не подходит на все духовные болезни. Поэтому немногие становитесь учителями, будьте осторожны за то, что вы говорите другому человеку, потому что вы дадите ответ. На самом деле, если человек находится в нужде, мы не имеем права на ходу шаблонно давать пустые советы, если мы не получили от Бога понимание, да хотя бы мы не выслушали, хотя бы мы не слились с этой душою. Понимаете? Это глубоко, индивидуально должно происходить. Поэтому большая разница в тех, кого тысячи, а кого мало на самом деле, кто готов быть или отцом, или матерью, или просто братом, или сестрой, или дядей, или тетей, но родным человеком, для которого другой верующий не просто член Церкви, как член партии, для которого он минимум, хотя бы тот, с кем он хочет породниться. И лишь только через родственные духовные связи Бог Духом Святым действует. Духовные дары действуют через родственные связи. И если я не имею ни капли любви к ближнему, я не имею права ни слова ему сказать. Потому что все то, что я делаю по плоти, оно не имеет никакого смысла. Еще я сегодня хотел коснуться того вопроса, а на чем вообще скреплена и основана вся эта семья? В чем крепость, в чем суть? Я уже сегодня несколько раз цитировал это место, если хотите, можете открыть или записать. Первая Петра, 2 глава, 9 стих. Бог для общения, простите, но вы, род, избранный царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели то место, которое апостол Петр процитировал. Потому что он взял место из Исхода. Он взял из Ветхого Завета место и процитировал. И в Исходе есть больше понимания. То есть Исход помогает понять больше то, о чем сказал Петр. Я вам прочитаю, это 19 глава Исхода, 5 стих. Давайте посмотрим, откуда Петр процитировал и развил свою мысль на основании места Истары. Итак, 19 глава Исход, 5 стих. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Ибо моя земля, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством, священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь, сынам Израилевым. Аминь. Итак, здесь мы видим, что царственное священство, народ Божий, это те, которые находятся в Завете. И в 20 главе, в следующей главе раскрывается Завет народа Божьего с Богом. И даже там мы видим, что этот Завет имел два направления. Отношение с Богом и отношение с людьми Завета. Для нас очень важно понять, что мы крещены в тело Иисуса Христа. Мы все имеем отношение с Богом лишь только через Завет в крови Иисуса Христа. Но этот же Завет вводит и в Завет друг с другом. И вы знаете, мы имеем ответственность перед Богом, как мы находимся в Завете, но так же, как друг с другом. И такое легкое и несерьезное отношение к тому, с кем ты в Завете находишься, это недопустимо. И Бог серьезно взыскивает и серьезно смотрит на то, как вы относитесь к ближнему своему в Церкви. Потому что этот Завет есть середина Креста. Ваше отношение с Богом и ваше отношение с человеком, оно скреплено в центре. И если ваши отношения с ближним неправильные, не рассчитывайте на нормальные отношения с Богом. И точно так же, ваше отношение с Богом влияет на ваше отношение с человеком. Поэтому для нас важно понять серьезность того, кем мы являемся. Мы не просто собраны вместе, мы скреплены кровью Иисуса Христа. Он умер за народ, но не просто за народ, но чтобы рассеянных чад Божих собрать воедино. Последняя молитва Иисуса была в Гефсиманском саду за единство тех, кого Он определил быть Своими учениками. И дьявол все делает, чтобы мы не были едины. И если мы поддаемся на эти вещи, не подумайте, что это простые какие-то неурядицы обижаться, оскорблять, сплетничать. Это тяжелый грех против Завета с Богом. И Бог по-серьезному смотрит на эти вещи. Давайте мы посмотрим 1 Коринфянам 10 глава. Здесь говорится о Евхаристии, о причастии, то, что мы совершаем на каждом богослужении. Чаша благословению, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Аминь. На последней пасхальной трапезе Иисус заложил основание церкви, когда преломил хлеб и передал своим ученикам. И Он сказал, вы все должны пить от этой чаши. И ученики стали продолжать это делать до сегодняшнего дня. Мы сегодня совершаем то, что Иисус сделал на последней вечере со Своими учениками. И здесь говорится, что мы едим один хлеб, потому что мы одно тело. И когда мы принимаем кровь и принимаем тело Иисуса Христа, то мы каждый раз обновляем наш завет с Богом, но и друг с другом. Поэтому кто принимает причастие недостойно, не рассуждая о теле, о церкви, а еще хуже, имея с кем-то конфликт, то он грешит против тела Христа. И Павел предупреждает, что некоторые больные и умирают. Не подумайте, что это какая-то маловажная вещь. Может быть, так вы можете подумать, но перед Богом это не маловажная вещь. Вы можете потерять физическую жизнь. Вы можете тяжело заболеть, если вы грешите против тела Христа, а потом совершенно спокойно идете и причащаетесь, обновляя завет, если вы с кем-то находитесь в семье, в разрушенных отношениях. Иисус сказал, если ты идешь к жертвеннику, становись лучше и не иди дальше. Иди и примирись с тем, с братом, который имеет что-то против тебя. Там интересно, там так высоко поднята планка, даже не с тем, на кого ты имеешь, а кто на тебя даже имеет. И потом вернись к жертвеннику. Мы каждый раз идем к жертвеннику. Мы приносим духовную жертву. Не подумайте, что это просто религиозная какая-то традиция, которую мы совершаем. Это глубоко мистическое духовное действие. Понимаем мы это или нет? Если апостол Павел говорил, что это влияет даже на потерю физической жизни, это серьезные вещи. Потому что Бог очень серьезно относится к теме завета. Конечно, мы живем в современном мире, где понятие завет, оно стерто, оно бесценено. Даже завет между мужем и женой не имеет такой силы, как это в глазах Бога. Но поймите, то, что в современном мире происходит, оно не меняет Божий взгляд на эти вещи. И любое нарушение завета является вероломством и тяжким грехом в глазах Бога. Поэтому семья Божия – это благословение. И Бог определил каждого из нас к вечности. И в Божьих планах есть для каждого из нас место в его вечном плане. И это место мы можем занять лишь только в Церкви Христовой. Мы не можем без Церкви занять то место, которое нам определено. Мы не можем просто сами по себе лично верить в Бога, если мы не являемся частью тела Христова. Потому что если только мы часть тела Христова, наша вера находится в правильном состоянии перед Богом. И это не является просто коллективом, какой-то сектой всех загнать и всех научить. Я сказал, что я не об этом говорю. Я говорю о том, что мы определены Богом быть вместе, потому что мы должны быть в Ковчеге. Потому что вся семья должна быть в Ковчеге. Не просто кто-то родственник, но ходит где-то вне Ковчега. Все должны были выведены быть из Содома и Гаморы. Вся семья Лота должна была выйти. И точно так же это говорится о спасении, как о Церкви. Мы все должны быть во Иисусе Христе. Иисус сказал, кто не пребывает во мне, как ветвь он начинает засыхать. Что такое там в 15 главе Иоанна говорится? Там говорится о Церкви, о Лазе, о том, что мы должны любить друг друга, исполнять заповеди любви Божьей. Там не просто какое-то абстрактное мистическое пребывание во Христе, это пребывание во Христе, как в Его теле. Как Иисус сейчас представлен на земле, скажите мне. Своим телом, что есть тело Христа, скажите. И если мы не пребываем в Церкви, пребываем ли мы во Христе или нет? Если мы вне тела находимся, если человек вне тела, замечали ли вы, что начинают усыхать? Иисус сказал, если ты не пребываешь во мне, такие вещи засыхают, и потом их кидают вон, в огонь. Посмотрите потом 15-й главе. Там очень понятно, он говорит именно о совборности, о церковности, о ветвях, которые соединены с Лазою, и о том, что самая главная заповедь, любите друг друга, которую я вам верил. Итак, нехорошо верующему верить в Бога одному. Аминь. Нехорошо. Почему нехорошо? Не потому, что скучно, не потому, что ты, может быть, не можешь без другого. Да просто так Бог определил, что нехорошо. Само бытие верующего определено быть частью Церкви Христовой. И каждый остается духовной личностью, он не обезличивается в Церкви, он, наоборот, именно только в Церкви может остаться, развиться и стать полноправной, целостной духовной личностью. Это единственное место, где может вырасти это растение, не погибнуть и не засохнуть и не превратиться в сектантское религиозное существо какое-то. Но нам очень важно понять, что нам верена великая ответственность, потому что все, что мы делаем, основано на крови Иисуса Христа. И наши отношения друг с другом, они ценны в глазах Бога. И поэтому, став частью тела Христова, мы ответственны друг за друга. Аминь. И мы ответственны за те отношения, которые между нами друг с другом. И если вы не готовы умереть и отдать жизнь свою за друзей, а кто ваши друзья, как не те, кто одной крови с вами, мы все имеем одну кровь, одну группу крови Иисуса Христа Духовную. Если вы не готовы отдать свою жизнь, пускай это сейчас не говорится о какой-то жертве жизни на самом деле, но в простых обстоятельствах человек не готов поступиться даже чуть-чуть в своей жизни. Он не готов переступить свою обиду иногда. Как же он готов умереть за своего друга, если ему дороже чувство обиды и гордыни в себе, чем смирение, покаяние и примирение. Что дороже вот это жалость к себе или единство в теле Христа, чтобы пойти преклониться, смириться и сказать, мне не важно, что происходит сейчас, как мне больно, мне важно, что тело Иисуса Христа не ломается на части через меня сейчас. Вот это есть некоторая смерть эгоизма нашего. Вот это есть маленькая смерть части души, которая противостоит единство тела Христа. А после этого можно еще начать молиться Господи, возьми в свой удел Духа Святого мой язык. Потому что только совершенный человек может обуздать свой язык. Нет такого человека, который сам по себе свой язык мог обуздать. Сколько дьявол, написано, что язык, который не находится под контролем Бога, он воспламеняется от преисподней в послании Якова. И сколько бесы делают для разделения тела Христа через язык верующих. Сколько, скажите мне, мало или много? Но не забывайте, что язык находится в таком положении между членами, что оскверняет все тело. Не думайте, что если человек говорит просто неправильные вещи, это не касается его тела, он оскверняет все свое тело, написанное в Библии. И это сказывается на нем. Поэтому, если вы понимаете, что вы сплетник, если вы понимаете, что вы человек злословный, и если вы понимаете, что вы не можете с этим справиться, об этом Библия говорит, вы не можете с этим справиться, просите у Бога, не соглашайтесь с этим, входите в реальное покаяние, и Бог поможет. Только не подумайте, что это какая-то мелочь. Потому что, когда мы злословим ближнего своего, когда мы грешим против тела Иисуса Христа, и потом идем принимать его кровь и тело, мы находимся не в правильном положении перед Богом. Это чаша благословения, это не есть чаша проклятия. Бог желает исцелять нас, восставлять и наполнять свою силу. Но если мы грешим против его тела, это обернется во вред каждому из нас. Поэтому ходите в духе покаяния и ищите чистого сердца. Потому что не думайте, что вы имеете нормальное общение и очищение крови Христа, если ходите во тьме. Мы должны ходить во свете, и тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А кто ходит во тьме, кто ненавидит брата своего? И если в нашем сердце есть горькая зависть и ненависть, мы ходим во тьме. Есть тьма в нашей жизни. И дьяволу это на руку. Поэтому покайтесь сегодня, не ждите завтра. Примиритесь сегодня. Остановитесь сегодня, если это скверно есть в вашей жизни. Это не какой-то процесс, на который вы можете рассчитывать. Это сейчас Дух Святой, говорит ваше сердце, не оставляйте это. Да, это правильно, это решится. Это не решится, если вы сегодня не смиритесь перед Богом, не возопиете, не скажете, я грешник, я согрешил против тела Христова. Я, может быть, не доживу до утра завтра. Но, Господи, помилуй меня за мои сорные слова, за мои сплетни, за мои обиды, которые я вынашивал в себе, как этого ребенка от дьявола. Вынашивал. Был зачат злобую, вынашивал ложь и что родил? То, что пожирает огонь на самом деле. Не нужно вынашивать или леять в себе какую-то гадость. Нужно сегодня встать на колени перед Господом и сказать, Господи, помилуй меня. То, что мы грешники, это понятно. Бог знает, но он праведен и он простит нас, если мы откроем свой грех перед ним, если мы покаемся и восстановим тот ущерб, который мы нанесли против тела Христа. Пойдем и примиримся, покаемся и перестанем грешить против Церкви Христовой. Аминь. Церковь свята и освящена Господом. Не дай Бог грешить против тела Христова. Относитесь к этому серьезно и вы будете иметь благословение в своей жизни. Будьте осторожны в любой критике, в любом суждении. Иисус придет и осветит все сокрытое во мраке. Не нам судить сегодня. нашим плотским умом вторгаться в то, что мы не понимаем, накликая на себя беду. Давайте встанем и помолимся. И если кто имеет на сердце желание покаяться, вы можете выходить сюда. Если вы имеете смелость, если нет, можете оставаться на месте, но нужно каяться сегодня. Я буду молиться, чтобы мы отнеслись к этому серьезно сегодня. Отец Небесный, Бог наш, прошу Тебя во имя Иисуса Христа, дай нам истинный дух покаяния Господь. если душу, прошу, прости меня, Господи. Когда я критиковал или по плоти проповедовал или говорил против других служителей, против каких-то телеканалов, против каких-то книг, просто так, по плоти говоря, когда меня понесло, мог сказать в духе критики, прошу Тебя, прости меня во имя Иисуса Христа и удержи меня, Господи, чтобы я в Церкви Христовой не говорил такие вещи. Прошу Тебя также, Господи, и говорив в сердце каждого находящегося здесь, кто критиковал или говорил против Церкви Христа, против других верующих, тех, кто имеет в своем сердце не любовь, не приязнь кому-то с тем, с кем он находится в завете через кровь Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господи, помиловать через покаяние истинное, чтобы это сердце вошло в страх Божий перед Тобою и через это получило спасение. Благослови, Господь, чтобы мы имели в своем сердце высокий дух Иисуса Христа, ходатая Нового Завета, и чтобы мы ходили в духе ходатайства, а не в духе клеветника сатаны. Божий, помоги нам находиться в Твоем помазании и не жить по плоти. И помоги нам, Господи, чтобы мы сохраняли любовь Твою в нас и между нами, и чтобы мы были той церковью, которую Ты желаешь видеть, где Ты будешь Духом Святым приводить людей, которых мы возлюбим, как Ты их любишь, и они будут желанные и важные. И помоги нам, Господи, обратить внимание на тех, кто приходит сюда, а не обращать внимание только на самого себя. Помоги, Господи, чтобы мы были более и более открытой, любящей церковью Твоей. Благодарю Тебя, Господь, и славлю за все. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.